Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Протерея Дмитрий. На библейском портале «Экзегет» мы рассматриваем сложные места Священного Писания. И сегодня предлагается вашему вниманию задуматься, почему Господь наш Иисус Христос творит чудеса в субботу, зная заранее, что фарисейское понимание Ветхозаветного закона Моисеева строго запрещает любые дела в субботу. Почему Господь совершает множество исцелений и совершает их даже демонстративно? «Господь, который о Себе говорил, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы нарушить закон, но исполнить». В другом месте Спаситель говорит о Себе, что небо и земля приедут, но одна йота и черта не приедет из закона, пока все не исполнится. И в то же время мы видим, как Господь исцеляет субботу. Зачитаем третью главу Евангелия от Марка. «И пришел опять в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, дабы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как и другая. Фарисеи же, выйдя немедленно, составили с Иродианом и совещание против него, как бы погубить его. Обратим внимание, дорогие друзья, Господь наш Иисус Христос в синагоге исцеляет сухорукового человека. В Священном Писании много мы читаем эпизодов, где Господь творил чудеса, исцелял страждущих и даже повелевал им не сообщать, не говорить об этом чуде. Господь исцелял даже на расстоянии. Как мы знаем, произошло с дочерью Хананеенки, которая пала к ногам Спасителя и просила его об исцелении своей дочери. С сыном Цаледворца, которому Спаситель сказал, «Иди, сын твой здоров», и в этот момент он получил исцеление. А здесь мы видим удивительное как бы несовпадение. Господь приглашает в синагоге в субботу страждущего посередине и перед тем, как его исцелить, сначала спрашивает, можно ли в субботу добро делать или зло, спасти душу или погубить. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание. Евангелие от Луки, 13 глава. В одной из синагог учил он в субботу, и там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И, возложив на нее руки, она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те дни приходить и исцеляться, но не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, лицемер, «Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла свою от ясли в субботу, и не ведет ли поить? А сию дочь Аврааму, которую связал сатана уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уст их в день субботний? И когда говорил это, все противящиеся ему радовались о всех славных делах его». Опять давайте задумаемся, дорогие друзья. Ведь Господь же мог и не исцелять именно в субботу, чтобы не провоцировать начальника синагоги. Спаситель наш, будучи сердцеведцем, прекрасно знал, что религиозные вожди Израиля, книжники и фарисеи, столь щепетильно относятся к внешнему исполнению закона Моисеева. Обратим внимание на следующий момент. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Здесь повествуется, как Господь исцеляет человека, который тридцать восемь лет находился в тяжелом недуге, был расслаблен. Что за недуг, Святое Священное Писание нам не поясняет. Но одно мы знаем совершенно точно, что он находился возле купальни Вефезда, где находилось много страждущих. И они ожидали, как один раз в год ангел спускался и возмущал воду в купели. И первый человек после схождения ангела, который погружался в эту воду, получал исцеление. Тридцать восемь лет человек лежал в недуге. Господь подходит к нему и спрашивает его, увидев его, лежащий, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров. Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же прихожу я, другой уж исходит прежде меня. И Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Далее повествуется в этой пятой главе, как его спросили фарисеи, почему он несет свой одр. Он сказал, что человек, который меня исцелил, повелел мне это сделать. И вот очень важный момент, чем заканчивается пятая глава. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса. И искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Опять, дорогие братья и сестры, мы видим, что Господь наш Иисус Христос, который в Евангелии от Матфея, в пятой главе, семнадцатом стихе, мы читаем такие его слова. Спаситель говорит о себе. Сын человеческий пришел не нарушить закон, но исполнить. И более этого, в другом месте Спаситель говорит, что небо и земля придут, но слова мои не придут. И вот мы видим, что Господь опять совершает чудо именно в субботу. Прекрасно знаю, какая будет реакция со стороны фарисеев. Девятая глава Евангелия от Иоанна. Вся девятая глава посвящена чуду исцеления слепо рожденного человека. Я не буду зачитывать всю главу. Любой из вас, дорогие друзья, кто захочет, может ее почитать. Начинается эта глава с того, что Господь подходит со своими учениками, и ученики спрашивают, показывая на слепорожденного человека, равви, то есть учитель, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? Спаситель отвечает. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем были явлены дела Божии. И дела Божии Христос творит именно в субботу. Он делает брение и сплюновение, помазывает очи слепорожденному, посылает его в купание Силуам, тот исполняет сказанное ему Спасителем, умывается и возвращается видящим. Для него открылся совершенно новый мир. Что значит человек слепой от рождения? Он жил в атмосфере постоянной тьмы. Что день, что ночь для него не имело никакого значения. Вдруг он видит этот прекрасный мир, который создан Богом. Очень долгий вся Евангелие, 9 глава Евангелия от Иоанна повествует, сколь непростой диалог у исцелившегося с фарисеями, которые прямо ему говорят, не от Бога тот человек, который творит такие дела в субботу. Затем приглашают родителей этого слепорожденного. Их спрашивают с пристрастием. И они отвечают, да, мы родители этого человека, да, мы свидетельствуем, что он родился слепым, но как он сейчас видит, не знаем, спросите он в совершенных летах. И опять мы видим, дорогие мои друзья, что Господь исцеляет именно в субботу. Почему? Это вопрос на самом деле, дорогие друзья, для нас, христиан, живущих же в эпоху Нового Завета, имеет на самом деле огромное значение. Потому что это вопрос об отношении буквы и духа. Служение духу или служение букве. Ведь Господь Иисус Христос, еще раз напомню вам, дорогие друзья, сам о себе говорил, что Сын Человеческий пришел не нарушить закон, но исполнить. И тут мы видим, что Господь, говоря современным языком, как бы демонстративно нарушает субботу, причем делает это совершенно публично. Много раз Господь Иисус Христос исцелял на расстоянии. А здесь он специально в субботу исцеляет, прекрасно зная, какая будет реакция религиозных вождей Израиля. Давайте посмотрим, дорогие мои друзья, на вот эти эпизоды Священного Писания с позиции житейской. Иногда говорят, любому священнику спрашивают, батюшка, объясните нам по-простому, по-житейски, не по-богословскому, а по-простому. Мог ли Господь наш Иисус Христос поступать более дипломатично, не провоцировать религиозных вождей Израиля? Например, вот 13 глава Евангелия от Луки, которую мы только что с вами вспомнили, где Спаситель исцеляет женщину, скорченную в 18 лет страдающую недугом. Ведь мог же Господь наш Иисус Христос, вот так вот, пусть не будет слишком дерзновенно нам посмотреть на это очами веры следующим образом. Если бы Спаситель подозвал ее тихонечко и сказал, «Черя Аврамова, я вижу, как ты страдаешь. Потерпи еще немножечко. Ты получишь исцеление завтра. А сегодня суббота. Не будем искушать начальника синагоги, тем более он здесь присутствует, потому что он известный лицемер, он к своим волам и ослам относится лучше, чем к людям. Тем более он сейчас начнет оскорблять народ, присутствующий в синагоге, и оскорблять абсолютно ни за что. Я исцелю тебя завтра, чтобы никто не знал. Мог Господь так сделать? Мог. То же самое с человеком, который имел сохшую руку. Мог же Господь ему сказать, «Вот завтра я тебя исцелю». И то же самое с человеком, который 38 лет лежал в недуге. Он бы еще бы там лежал бы. Допустим, среди недели Господь бы подошел и его исцелил, равно как и человек слепорожденный. Для него что день, что ночь сплошная темнота. Почему Господь творит дела Божии и творит их именно в субботу? Потому что Господь чему-то хочет всех нас научить. Не только людей, живших в ту эпоху, когда Господь наш Иисус Христос жил на земле, но и всех нас. Ответ мы находим, дорогие друзья, в священном предании Церкви. Святитель Иоанн Златоуз, великий учитель Церкви, говорит, что все чудеса Божии, все примеры исцеления, изгнания злых духов, воскрешения усопших, все Божии чудеса были не только адресные, то есть конкретное благодеяние человеку прокаженному, человеку слепорожденному, вот этой скорченной женщине, исцеление любых людей, страживших какими-то недугами. Но чудеса Божии имели отношение ко всему человечеству. Это благодеяние всему человеческому роду. Чему же тогда Господь хотел нас научить? Ответ мы находим в послании святого апостола Павла. Во втором послании к Оримфинам, в третьей главе. А напомним, дорогие друзья, что святой апостол Павел до своего обращения к христианству, он как раз принадлежал к фарисеям. То есть самому строгому, с точки зрения Ветхого Завета, учению. Он был, как он пишет о себе, «излихоревнитель бых отеческих моих преданий». И после обращения ко Христу, что пишет святой апостол Павел? Он дал нам способность, он, Христос, быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. «Мы служители Нового Завета, служители Духа». Что значит служители Духа? И вот именно эти слова апостола языков, святого апостола Павла, толкует святитель Иоанн Златоуст, который был очень большим почитателем святого апостола Павла. Он пишет следующее, что Господь, как бы формально нарушая Ветхозаветный закон, учит нас, чтобы мы были служителями Духа. А Дух Христов – это Дух любви. Когда мы, дорогие друзья, что-то делаем по любви к Богу или по любви к ближним, потому что любовь к ближним – это тоже проявление любви к Богу. Не случайно святой апостол Иоанн Богослов говорит, «Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь человека, которого видишь? И нелюбящий брата своего пребывает в смерти». Поэтому главное содержание новозаветного закона, закона Духа – это закон любви. Возможно, вы спрошите, дорогие друзья, какое это имеет отношение, вот эти безводы священного Писания, служение Духу, а не букве, ко всем нам. Простые примеры, дорогие друзья. Все мы хорошо знаем, по крайней мере, священники это знают совершенно достоверно, что даже божественную литургию священник, служащий, может приостановить до определенного момента, если есть необходимость пойти и поисповедать, и причастить тяжело больного умирающего человека. И это не является нарушением церковного устава, потому что, вернувшись, после того, когда он причастит тяжело больного человека, напутствует его святыми тайнами, священник вновь продолжает от этого места, где остановился, служить Божественной Литургией. Простой пример из нашей жизни, дорогие друзья, и наверняка вы много можете вспомнить таких же примеров. Благочестивый верующий муж вечером читает правила ко причащению, готовится к Божественной Литургии, подходит к нему супруга и говорит, дорогой, сходи, пожалуйста, в аптеку за лекарством. Как должен поступить служитель Духа, а не буквы? Если он скажет, подожди, ты не видишь, что я молитвенное правило читаю? А если он служитель Нового Завета? Он сначала сходит в аптеку, купит лекарство, поможет еще в чем необходимо, а потом, и хочется на это особенно акцентировать ваше внимание, я глубоко убежден, что потом, сотворив дела любви, надо дочитать молитвенное правило. Не оставить его вообще, но потом дочитать. Тогда мы будем служителями Духа, но не буквы. Или вот та ситуация, которая всем нам сейчас хорошо знакома. Попущено Богом испытание. Испытание попущено по всему лицу земли. Когда испытание попущено Богом, неблагоразумно искать виновных, кого-то в чем-то обвинять, а необходимо обратиться к Богу и просить у Него помощи. Молитва и покаяние. Вспомним удивительного святого нашей русской церкви, святителя Филарета, митрополита Московского. За время его архипасторского служения ему пришлось пережить две холерных эпидемии в Москве. В то время была ситуация немножко иная. Было разрешено совершать крестные ходы по улицам города, окроплять, совершать молебствия. Люди выходили на коленях, молились во время этих крестных ходов. И в своих письмах святитель Филарет, митрополит Московский, вспоминает это событие такими словами. «Когда умножается молитва, отступает болезнь». Если попущено Богом испытание, как должны мы себя вести? Нередко можно видеть, как в храмах, где сейчас по благословению священнечалия читается особая молитва, где мы спрашиваем у Бога милости во время нашествия вот этого зловредного поветрия. И есть хорошая традиция, когда в некоторых храмах эту молитву совершает коленопреклоненно. Священник, стоя перед престолом, становится на колени и читает эту молитву. И молящийся в храме, все, кто желают, становятся на колени и совершает эту молитву на коленях. Движимые любовью к Богу, движимые любовью к ближним. Молятся за тех, кто по объективным причинам не может прийти в храм, кто прикован к одру болезни, кому может быть даже тяжело дышать. Хотя с точки зрения церковного устава воскресный день становиться на колени не благословляется. Нарушаем ли мы закон, если мы в воскресный день ради любви к ближних во время молитв встанем на колени. Если мы служители Нового Завета, то, конечно, не нарушаем. И вот, пожалуй, главный урок, который мы можем извлечь из этих примеров евангельских, как Господь, еще раз повторю, дорогие друзья, который о себе сказал, что Сын Человеческий пришел не нарушить закон, но исполнить, в то же время демонстративно нарушает закон о субботе, главный урок, чтобы мы должны быть служителями Нового Завета, служение Духа. А служение Духа — это служение любви. Святитель Иоанн Златоуст говорит, «Господь хочет внутренне нас изменить, вопреки представлению, которое Господь стал в Ветхом Завете, когда внешнее исполнение закона делало тебя праведным, якобы пред Богом, на самом деле, пред своими собственными ночами, а исполнение Духа, духовное исполнение заповедей, внутренне меняет человека. Да поможет нам всем, Господь, быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что Буква убивает, а Дух животворит. Храни всех, Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Нового Завета.